Аплодисменты 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 обеспечивали огромные стратегические потенциалы двух сверхдержав. Глобальное противостояние отодвигало на периферию международных отношений и повестки дня крайне острые экономические и социальные вопросы. И как всякая война, война холодная оставила нам и неразорвавшиеся снаряды, образно выражаясь, имею в виду идеологические стереотипы, двойные стандарты, иные шаблоны блокового мышления. Предлагавшийся же после холодной войны однополярный мир тоже не состоялся. История человечества, конечно, знает и периоды однополярного состояния, и стремления к мировому господству, чего только не было в истории человечества. Однако, что же такое однополярный мир? Как бы ни украшали этот термин, он в конечном итоге означает на практике только одно. Это один центр власти, один центр силы, один центр принятия решения. Это мир одного хозяина, одного суверена. И это в конечном итоге губительно не только для всех, кто находится в рамках этой системы, но и для самого суверена, потому что разрушает его изнутри. И это ничего общего не имеет, конечно, с демократией. Потому что демократия, это, как известно, власть большинства, при учёте интересов и мнения меньшинства. Кстати говоря, Россию нас постоянно учат демократии. Но те, кто нас учат, сами почему-то учиться не очень хотят. Считаю, что для современного мира однополярная модель не только неприемлема, но и вообще невозможна. И не только потому, что при единоличном лидерстве в современном, именно в современном мире не будет хватать ни военно-политических, ни экономических ресурсов. Но, что ещё важнее, сама модель является неработающей, так как в её основе нет и не может быть морально-нравственной базы современной цивилизации. Вместе с тем, всё, что происходит сегодня в мире, и сейчас мы только вот начали дискутировать об этом, это средство попыток внедрения именно этой концепции в мировые дела, концепции однополярного мира. А какой результат? Односторонние, нелегитимные часто действия не решили ни одной проблемы. Более того, они стали генератором новых человеческих трагедий и очагов напряжённости. Судите сами, воин, локальных и региональных конфликтов меньше не стало. Господин Тельчик вот об этом очень мягко упомянул. И людей в этих конфликтах гибнет не меньше, а даже больше, чем раньше. Значительно больше. Значительно больше. Сегодня мы наблюдаем почти ничем не сдерживаемое, гипертрофированное применение силы в международных делах, военной силы. Силы, ввергающие мир в пучину следующих один за другим конфликтов. В результате не хватает сил на комплексное решение ни одного из них. Становится невозможным и их политическое решение. Мы видим всё большее принадлежение основополагающими принципами международного права. Больше того. Отдельные нормы, да по сути чуть ли не вся система права одного государства, прежде всего, конечно, Соединённых Штатов, перешагнула свои национальные границы и по сути во всех сферах, и в экономике, и в политике, и в гуманитарной сфере, навязывается другим государством. Ну, кому это понравится? Кому это понравится? В международных делах всё чаще встречается стремление решить тот или иной вопрос, исходя из так называемой политической целесообразности, основанной на текущей политической конъюнктуре. И это, конечно, крайне опасно. И ведёт к тому, что никто уже не чувствует себя в безопасности. Я хочу это подчеркнуть. Никто не чувствует себя в безопасности. Потому что никто не может спрятаться за международным правом, как за каменной стеной. Такая политика является, конечно, катализатором гонки вооружения. Доминирование фактора силы неизбежно подпитывает тягу рядов стран к обладанию оружием массового уничтожения. Больше того, появились принципиально новые угрозы, которые и раньше были известны, но сегодня приобретают глобальный характер, такие как терроризм. Убеждён, мы подошли к тому рубежному моменту, когда должны серьёзно задуматься над всей архитектурой глобальной безопасности. И здесь надо отталкиваться от поиска разумного баланса между интересами всех субъектов международного общения. Тем более, сейчас, когда международный ландшафт столь ощутимо и столь быстро меняется. Меняется за счёт динамичного развития целого ряда государств и регионов. Госпожа федеральный канцлер упомянула уже об этом. Так, суммарный ВВП Индии и Китая по паритетной покупательной способности уже больше, чем у Соединённых Штатов Америки. А рассчитанный по тому же принципу ВВП государств группы БРИК Бразилия, Россия, Индия, Китай превосходит совокупный ВВП Евросоюза. И по оценкам экспертов, в обозримой исторической перспективе этот разрыв будет только возрастать. Не стоит сомневаться, что экономический потенциал новых центров мирового роста будет неизбежно конвертироваться в политическое влияние и укреплять будет многополярность. В этой связи серьёзно возрастает роль многосторонней дипломатии. Открытость, транспарентность и предсказуемость в политике безальтернативны. А применение силы должно быть действительно исключительной мерой. Так же, как и применение смертной казни в правовых системах некоторых государств. Сегодня же мы, наоборот, наблюдаем ситуацию, когда страны, в которых применение смертной казни запрещено даже в отношении убийц и других преступников, опасных преступников, несмотря на это, такие страны легко идут на участие в военных операциях, которые трудно назвать легитимными. А ведь в этих конфликтах гибнут люди, сотни, тысячи мирных людей. Но в то же время возникает вопрос, разве мы должны безучастно и безвольно взирать на различные внутренние конфликты в отдельных странах, на действия авторитарных режимов, тиранов, на распространение оружия массового уничтожения. Именно, по сути, это и лежало в основе вопроса, который был задан федеральному канцлеру нашим уважаемым коллегой, господином Либерманом. Можем ли мы безучастно смотреть на то, что происходит? Я попробую ответить на ваш вопрос тоже. Конечно, мы не должны смотреть безучастно. Конечно, нет. Но есть ли у нас средства, чтобы противостоять этим угрозам? Конечно, есть. Достаточно вспомнить недавнюю историю. Ведь произошел же мирный переход к демократии в нашей стране. Ведь состоялась же мирная трансформация советского режима. Мирная трансформация. И какого режима? С каким количеством оружия, в том числе ядерного оружия? Почему же сейчас при каждом удобном случае нужно бомбить и стрелять? Неужели в условиях отсутствия угрозы взаимного уничтожения нам не хватает политической культуры, уважения к ценностям демократии и к праву? Убежден. Единственным механизмом принятия решений по использованию военной силы, как последнего довода, может быть только устав ООН. И в этой связи я или не понял то, что было сказано вот совсем недавно нашим коллегой, министром обороны Италии, либо он выразился не точно. Я, во всяком случае, услышал, что легитимным применение силы может считаться только в том случае, если решение принято в НАТО или в Евросоюзе, или в ООН, если он действительно так считает, то у нас с ним разные точки зрения. Или я слышался. Легитимным можно считать применение силы только если решение принято на основе и в рамках ООН. И не надо подменять организацию объединенных наций ни НАТО, ни Евросоюзом. И когда ООН будет реально объединять силы международного сообщества, которое действительно может реагировать на события в отдельных странах, когда мы избавимся от пренебрежения международным правом, то ситуация может измениться. В противном случае ситуация будет заходить лишь в тупик и умножать количество тяжелых ошибок. При этом, конечно, нужно добиваться того, чтобы международное право имело универсальный характер и в понимании, и в применении норм. И нельзя забывать, что демократический образ действия в политике обязательно предполагает дискуссию и кропотливую выработку решений. Уважаемые дамы и господа, потенциальная опасность дестабилизации международных отношений, связанная и с очевидным застоем в области разоружения. Россия выступает за возобновление диалога по этому важнейшему вопросу. Важно сохранить устойчивость международной правовой разоруженческой базы, при этом обеспечить преемственность процесса сокращения ядерных вооружений. Мы договорились с Соединенными Штатами Америки о сокращении наших ядерных потенциалов на стратегических носителях до 1700-2200 ядерных боезарядов к 31 декабря 2012 года. Россия намерена строго выполнять взятые на себя обязательства. Надеемся, что и наши партнеры будут действовать так же транспарентно и не будут откладывать на всякие случаи, на черный день лишнюю пару сотен ядерных боезарядов. И если сегодня новый министр обороны Соединенных Штатов здесь нам объявят, что Соединенные Штаты не будут прятать эти заряды лишние, ни на складах, ни под подушкой, ни под одеялом, я предлагаю всем встать и стоя это поприветствовать. Это было бы очень важным заявлением. Россия строго придерживается и намерена в дальнейшем придерживаться договора о нераспространении ядерного оружия и многостороннего режима контроля за ракетными технологиями. Принципы, заложенные в этих документах, носят универсальный характер. В этой связи хотел бы вспомнить, что в 80-е годы СССР и Соединенные Штаты подписали договор о ликвидации целого класса ракет средней и малой дальности. Но универсального характера этому документу придано не было. Сегодня такие ракеты уже имеют целый ряд стран. Корейская Народно-демократическая Республика, Республика Корея, Индия, Иран, Пакистан, Израиль. Многие другие государства мира разрабатывают эти системы и планируют поставить их на вооружение. И только Соединенные Штаты Америки и Россия несут обязательства не создавать подобных систем вооружений. Ясно, что в этих условиях мы вынуждены задуматься об обеспечении своей собственной безопасности. Вместе с тем, нельзя допустить появление новых дестабилизирующих высокотехнологичных видов оружия. Я уже не говорю о мерах по предупреждению новых сфер конфронтации, особенно в космосе. Звездные войны, как известно, уже не фантастика, а реальность. Еще в середине 80-х годов наши американские партнеры на практике провели перехват собственного спутника. Милитаризация космоса, по мнению России, может спровоцировать непредсказуемые для мирового сообщества последствия. Не меньше, чем начало ядерной эры. И мы не раз выступали с инициативами, направленными на недопущение оружия в космос. Сегодня хотел бы проинформировать вас о том, что нами подготовлен проект договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве. В ближайшее время он будет направлен партнером в качестве официального предложения. Давайте работать над этим вместе. Нас также не могут не тревожить планы по развертыванию элементов системы противоракетной обороны в Европе. Кому нужен очередной виток неизбежной в этом случае гонки вооружений? Глубоко сомневаюсь, что самим европейцам ракетного оружия, реально угрожающего Европе, с дальностью действия порядка пяти, восьми тысяч километров нет ни у одной так называемой из проблемных стран. И в обозримом будущем, в обозримой перспективе и не появится, не предвидится даже. Да, и гипотетический пуск, например, северокорейской ракеты по территории США через западную Европу, это явно противоречит законам баллистики. Как говорят у нас в России, это все равно, что правой рукой дотягиваться до левого уха. И находясь здесь, в Германии, не могу упомянуть и о кризисном состоянии договора об обычных вооруженных силах в Европе. Адаптированный договор об обычных вооруженных силах в Европе был подписан в 1999 году. Он учитывал новую геополитическую реальность, ликвидацию Варшавского блока. С тех пор прошло 7 лет. И только 4 государства ратифицировали этот документ, включая Российскую Федерацию. Страны НАТО открыто заявили, что не ратифицируют договор, включая положение о фланговых ограничениях, о размещении на флангах определенного количества вооруженных сил до тех пор, пока Россия не выведет свою базу из Грузии и Молдавии. Из Грузии наши войска выводятся, причем даже в ускоренном порядке. Эти проблемы мы с нашими грузинскими коллегами решили, и это всем известно. В Молдавии остается группировка в полторы тысячи военнослужащих, которые выполняют миротворческие функции и охраняют склады с боеприпасами, оставшиеся со времен СССР. И мы с господином Соланой обсуждаем постоянно этот вопрос, он знает нашу позицию, мы готовы и дальше работать по этому направлению. Но что же происходит в это же самое время? А в это самое время в Болгарии и Румынии появляются так называемые легкие американские передовые базы по пять тысяч штыков в каждой. Получается, что НАТО выдвигает свои передовые силы к нашим государственным границам, а мы, строго выполняя договор, никак не реагируем на эти действия. Думаю, очевидно, процесс НАТО расширения не имеет никакого отношения к модернизации самого Альянса или к обеспечению безопасности в Европе. Наоборот, это серьезно провоцирующий фактор, снижающий уровень взаимного доверия. И у нас есть справедливое право откровенно спросить, против кого это расширение. И что стало с теми заверениями, которые давались западными партнерами после распуска Варшавского договора? Где теперь эти заявления? О них даже никто не помнит. Но я позволю себе напомнить в этой аудитории. Хотел бы привести цитату из выступления генерального секретаря НАТО, господина Вернера, в Брюсселе 17 мая 1990 года. Он тогда сказал, сам факт, что мы готовы не размещать войска НАТО, за пределами территории ФРГ, дает Советскому Союзу твердые гарантии безопасности. Где эти гарантии? Камни и бетонные блоки Берлинской стены давно разошлись на сувениры. Но нельзя забывать, что ее падение стало возможным в том числе и благодаря историческому выбору в том числе нашего народа, народа России. Выбору в пользу демократии и свободы, открытости и искреннего партнерства со всеми членами большой европейской семьи. Сейчас же нам пытаются навязать уже новые разделительные линии стены. Пусть виртуальные, но все-таки разделяющие, разрезающие наш общий континент. Неужели вновь потребуются долгие годы и десятилетия, смена нескольких поколений политиков, чтобы разобрать и демонтировать эти новые стены? Уважаемые дамы и господа, мы однозначно выступаем и за укрепление режима нераспространения. Существующая международно-правовая база позволяет создать технологии по выработке ядерного топлива для использования его в мирных целях. И многие страны с полным на то основанием хотят создавать собственную ядерную энергетику как основу их энергетической независимости. Но мы также понимаем, что эти технологии могут быть быстро трансформированы в получение оружейных материалов. Это вызывает серьезное международное напряжение. Яркий тому пример ситуация с иранской ядерной программой. Если международное сообщество не выработает разумного решения этого конфликта интересов, мир и дальше будет потрясать подобные дестабилизирующие кризисы. Потому что пороговых стран больше, чем Иран. И мы с вами об этом знаем. Мы будем постоянно сталкиваться с угрозой распространения оружия массового уничтожения. В прошлом году Россия выступила с инициативой создания многонациональных центров по обогащению урана. Мы открыты к тому, чтобы подобные центры создавались не только в России, но и в других странах, где на легитимной основе существует мирная ядерная энергетика. Государства, желающие развивать атомную энергетику, могли бы гарантированно получать топливо через непосредственное участие в работе этих центров, конечно же, под строгим контролем МАГАТЭ. С российским предложением созвучны и последние инициативы президента США Джорджа Буша. Считаю, что Россия и США объективно и в одинаковой степени заинтересованы в ужесточении режимов нераспространения оружия массового уничтожения и средств его доставки. Именно наши страны, являющиеся лидерами по ядерному и ракетному потенциалу, должны стать и лидерами в разработке новых, более жестких мер в сфере нераспространения. Россия готова к такой работе. Мы ведем консультации с нашими американскими друзьями. В целом речь должна идти о создании целой системы политических рычагов и экономических стимулов. Стимулов, при которых государства были бы заинтересованы не создавать собственные мощности ядерного топливного цикла, но имели бы возможность развивать атомную энергетику, укрепляя свой энергетический потенциал. В этой связи подробнее остановлюсь на международном энергетическом сотрудничестве. Госпожа федеральный канцлер тоже об этом коротко упомянула, затронула эту тему. В энергетической сфере Россия ориентируется на создание единых для всех рыночных принципов и прозрачных условий. Очевидно, что цена на энергоносители должна определяться рынком, а не являться предметом политических спекуляций, экономического давления или шантажа. Мы открыты для сотрудничества. Зарубежные компании участвуют в наших крупнейших энергетических проектах. По различным оценкам, до 26% добычи нефти в России приходится на иностранный капитал. Попробуйте привести мне пример подобного широкого присутствия российского бизнеса в ключевых отраслях экономики западных государств. Нет таких примеров. Таких примеров нет. Напомню также о соотношении инвестиций, поступающих в Россию и идущих из России в другие страны мира. Соотношение примерно 15 к 1. Вот вам зримый пример открытости и стабильности российской экономики. Экономическая безопасность это сфера, где всем следует придерживаться единых принципов. Мы готовы честно конкурировать. Для этого у российской экономики появляются все больше возможностей. Такую динамику объективно оценивают эксперты и наши зарубежные партнеры. Так недавно был повышен рейтинг России в ОСР. Из четвертой группы риска наша страна перешла в третью. И хотел бы пользуясь случаем здесь сегодня в Мюнхене поблагодарить наших немецких коллег за содействие в принятии вышеназнованного решения. Далее, как вы знаете, процесс присоединения России к ВТО вышел на финальную стадию. Отмечу, что в ходе долгих, непростых переговоров слова о свободе, мы не расслышали слова о свободе торговли, о равных возможностях, но почему-то исключительно примитивно к нашему, к российскому рынку. И еще одна важная тема, прямо влияющая на глобальную безопасность. Сегодня много говорят о борьбе с бедностью. Что здесь происходит на самом деле? С одной стороны, на программы помощи беднейшим странам выделяются финансовые ресурсы, и подчас немаленькие финансовые ресурсы. Но, по-честному, и здесь многие тоже это знают, зачастую под освоение компаниями самих же стран-доноров. Но, в то же время, с другой стороны, в развитых странах сохраняются субсидии в сельском хозяйстве, ограничивается для других доступ к высоким технологиям. И давайте называть вещи своими именами. Получается, что одной рукой раздается благотворительная помощь, а другой не только консервируется экономическая отсталость, а еще и собирается прибыль. Возникающее социальное напряжение в таких депрессивных регионах неизбежно выливаются в рост радикализма, экстремизма, подпитывает терроризм и локальные конфликты. А если все это вдобавок происходит, скажем, на Ближнем Востоке, в условиях обостренного восприятия внешнего мира как несправедливого, то возникает риск для глобальной дестабилизации. Очевидно, что ведущие страны мира должны видеть эту угрозу и, соответственно, выстраивать более демократическую, справедливую систему экономических отношений в мире, систему, дающую всем шанс и возможность для развития. Выступая на конференции по безопасности, уважаемые дамы и господа, нельзя обойти молчанием и деятельность Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Как известно, она была создана, чтобы рассматривать все, я подчеркну это, все аспекты безопасности, военно-политические, экономические, гуманитарные, причем в их взаимосвязи. Сегодня что мы видим на практике? Мы видим, что этот баланс явно нарушен. ОБСЕ пытаются превратить в вульгарный инструмент обеспечения внешнеполитических интересов одной или группы стран в отношении других стран. И под эту задачу вскроили и бюрократический аппарат ОБСЕ, который абсолютно никак не связан с государствами и учредителей. Вскроили под эту задачу процедуры принятия решений и использования так называемых неправительственных организаций. Формально, независимых, но целенаправленно финансируемых, а значит подконтрольных. Согласно основополагающим документам, в гуманитарной сфере ОБСЕ призвано оказывать странам-членам по их просьбе содействие в соблюдении международных норм в области прав человека. Это важная задача. Мы ее поддерживаем. Но вовсе это не означает вмешательство во внутренние дела других стран. Тем более, не навязывание этим государствам того, как они должны жить и развиваться. Очевидно, что такое вмешательство отнюдь не способствует возреванию подлинно демократических государств. И наоборот, делает их зависимыми и как следствие нестабильными в политическом и в экономическом плане. Мы рассчитываем на то, что ОБСЕ будет руководствоваться своими непосредственными задачами и выстраивать отношения с суверенными государствами на основе уважения, доверия. Уважаемые дамы и господа, в заключение хотел бы отметить следующее. Мы очень часто и я лично очень часто слышу призывы к России со стороны наших партнеров, в том числе и со стороны европейских партнеров, играть более и более активную роль в мировых делах. В этой связи позволю себе сделать одну маленькую ремарку. Вряд ли нас нужно подталкивать и стимулировать к этому. Россия страна с более чем тысячелетней историей и практически всегда она пользовалась привилегией проводить независимую внешнюю политику. Мы не собираемся изменять этой традиции и сегодня. Вместе с тем мы хорошо видим, как изменился мир, реалистично оцениваем свои собственные возможности и свой собственный потенциал. И, конечно, нам бы также хотелось иметь дело с ответственными и тоже самостоятельными партнерами, с которыми мы вместе могли бы работать над строительством справедливого и демократического мироустройства, обеспечивая в нем безопасность и процветание не для избранных, а для всех. Благодарю вас за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...